Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, какие изменения появились в игре, не только в интерфейсе, но и в прокачке лошади, какие лошадки продаются со скидкой, что нас ждет на следующей неделе, ну а также немножечко о спойлерах. Так что устраивайтесь поудобнее, лежи, седлайте своих коней и... поехали! Первое обновление, которое вы можете увидеть по входу в игру, это изменение интерфейса. В прошлом видео мы попрощались уже со старым интерфейсом, ну а сегодня выступаем дорогу новому. Он довольно в стиле минимализма, данный интерфейс перенесен из Star Stable Online мобильной версии, который пока что на данный момент доступен только на iOS-устройствах, но уже имеется открытая бета для людей, кто живет в Швеции. В Google Play уже находится Star Stable Online для андроида и проходит активное тестирование. Что же изменилось? Во-первых, самое необычное это то, что иконки теперь вот такого стиля, они полупрозрачные и имеют темно-синий оттенок или же темно-изумрудный, я не знаю. В общем, такие темненькие, полупрозрачные. Карта переехала из низа вверх. Это очень непривычно. Я была уверена, что карта останется внизу, но теперь она находится вверху и придется привыкать смотреть глазами не вниз, а вверх. Если честно, мне это неудобно и у меня всегда глазами как-то быстрый просмотр. Карты на нижнюю часть идет проще, чем смотреть диагонально вверх. Не знаю, почему так, но это, наверное, особенности моих глаз. Вот, так что мне это придется привыкать очень-очень долго. Теперь у нас появилось очень много кнопочек, хронология сообщений. И да, кстати, они изменили только внешний интерфейс. Внутренний изменился только у инвентаря или же у рюкзака. Все остальные иконки, как вы видите, точно такие же, как и были. Почтовый ящик, сообщения, кнопка без новостей. Почему-то сейчас у нас нет никаких новостей и непонятно почему, но ладно. Потом есть вот такое круговое меню. Это то самое меню, которое вы можете нажать на лошади через букву Q. Здесь нам показывают, что в данный момент мы можем поухаживать за нашей лошадкой. Хотя вот это очень-очень странно, потому что у меня куплен ежедневный уход. Но эта система сейчас очень нечеткая. Видимо, теперь покупка ежедневного ухода у Майи обеспечивает нам максимальное настроение. И вроде как проставлены галочки ухода. Но так как теперь, если вы слезите с лошади и нажмете на круговое меню, оно тоже изменилось. Вы просто посмотрите на это большое количество кружочков. Почти до конца аж доходит. Мы теперь будем получать опыт за уход за лошадью. По 75 опыта за каждую функцию. За почистить копыта, покормить лошадь, напоить водой и расчесать анимации данных элементов не изменились. Они остались как и есть. Также здесь у нас есть погладить лошадь. Функция момента общения пока недоступна. Данная кнопка работает несколько раз за весь уровень. То есть пока вы прокачиваете лошадь, у вас 2 или 3 раза, по-моему, может появиться активная вот такая кнопка, которая даст вам возможность пообщаться с вашей лошадью. Но не в том смысле, как во время прохождения сюжета Айден. А вы просто нажимаете, вам говорят, что ваша лошадь либо не хочет сейчас, чтобы вы на ней катались, либо она трясет головой, или отгоняет мух, или как-то некомфортно себя чувствует. И вы должны из трех вариантов ответов просто ответить ваше действие на этот счет. Я, к примеру, всегда выбираю, чтобы моя лошадка либо отдохнула, либо отвезти ее к ветеринару, либо выбрать подходящее для нее седло. То есть вот такой вот некий реализм, некий роллплей. И вот эта функция очень прикольная. У меня уже все спрашивали и на стриме, и в телеграм-канале, как я отношусь к новому интерфейсу. Ребят, мне он не нравится. Но только внешний интерфейс. Только внешний интерфейс мне не нравится. Я за старый интерфейс. Но все, что связано с вот этими кружочками, функциями и общением с лошадью, это просто ванлав. Это то, что нужно было добавлять с самого начала. Это классно. И у нас добавились две очень классные, суперские функции. Это следовать за мной. Теперь, когда вы на нее нажимаете, ваша лошадь за вами следует. Правда, у вас могут быть некие ошибки, потому что вы видите, лошадь меня догоняет. И разработчики сейчас работают над этой системой, чтобы во время данной функции лошадь не успевала вас догонять, а ехала просто постоянно в определенном аллюре и не отставала сильно, и при этом вас не догоняла. Потому что хозяева, к примеру, арабов и еще некоторых лошадей заметили, что лошадь начинает дергаться, как, я не знаю, поломанный какой-то шреддер или принтер, который не может ровно выдавать печать. Так что они работают над этим активно, чтобы все это исправить. И да, теперь, когда вы нажимаете любую функцию, которая заставляет вашу лошадь двигаться, любая отмена, можно нажать через букву Х. И да, теперь, кстати, у нас скорости показываются вот здесь посередине, что тоже очень необычно. Сейчас продемонстрирую. Вот так вот теперь это все выглядит. Четко посередине. И, если честно, мне это тоже не нравится, потому что я не всегда камеру отодвигаю на такое расстояние от персонажа, а если я сделаю чуть ближе, то данная надпись перекрывает ноги лошади. И прям иногда хочется сделать просто вот так, но карта-то нужна и характеристики, поэтому это все очень-очень как-то двояко все по ощущениям. Окошко чата у нас осталось там же, где и было вот такое. И теперь, если вам что-то приходит в какой-либо чат, то это подсвечивается вот таким кружочком на маленькой иконке и на категории сообщений. Кружочки эмоций сменились именно на изображение. Скажи губки, выражение сердечка и действие рука с указательным пальчиком. Вот такие у нас теперь знаки здесь. Также мы можем видеть, что здесь в углу у нас кнопка глобального магазина, который на букве К. Раньше, если, насколько я помню, магазин был на букву H или J, но потом сделали окошко клуба на эту букву. Рюкзак. Как я и говорила, рюкзак единственное окошко, которое поменяло свой внутренний дизайн вместе с внешним интерфейсом. И непонятна одна вещь. Почему при открытии рюкзак уезжает куда-то вот сюда? Почему нельзя было сделать его открытие вот здесь? Или вот здесь? Почему он уезжает куда-то вообще вон от стенки? Это мне очень сильно не нравится. Мне приходится его постоянно передвигать в сторону. И я даже его не закрываю иногда, потому что только стоит его закрыть и открыть, и он опять появляется вот в таком далеком от края экрана стенки. Мне удобнее вот так вот хотя бы его просто перенести, чтобы было... Расстояние при этом-то остается. Вот расстояние есть. Смотрится намного аккуратнее и удобнее. Но можно даже еще вообще вот... Можно было бы вообще вот так вот. Мне всегда хочется его куда-то повыше и перетаскивать наравне с магазинами. Но почему-то разработчики решили сделать его здесь. Я не знаю, может быть когда-нибудь они и переделают. Если кто-то будет писать разработчикам о том, что так неудобно переделаете, может быть они и переделают. Дальше очень странная кнопочка. Это у нас как раз главное меню. Вот такое вот. Это то меню, которое раньше располагалось вокруг карты. Здесь у нас журнал заданий, иконный клуб, страница персонажа, коллекции, рекорды, друзья. Вызвать транспорт. И главное меню. Да. Благо главное меню все еще остается в старом дизайне. И мне это очень нравится. Вот так же есть, смотрите, теперь все данные вкладки у нас работают на иконке. Таким образом, если мы даже закроем это меню и просто бегаем по миру и нажмем единичку, то у нас выскочит заявление, что позвонить для вызова. То бишь транспорт до вашей конюшни. Я лично постоянно задеваю пальцем единицу, непонятно почему и зачем. Но вроде бы это удобно. И так же у нас появилась новая функция. Когда вы открываете меню лошади, у вас появилась кнопочка погладить на букву R. И у вас просто будет воспроизводиться эмоция глажения. Причем иногда она зацикливается и повторяется два раза подряд. Я не знаю, осталась ли она в базовых эмоциях, когда вы просто сидите на лошади. Но если нужно специально для кадра, можно просто нажать R и вы будете гладить вашу лошадку. Так что я считаю, это очень классно. Вот да, видимо это сейчас первый раз я нажала специальную кнопку, а второй раз сама карусель анимаций заработала. Но я считаю, что функция очень полезная, когда очень нужно в кадре сделать эту эмоцию поглаживания. Надеюсь, в будущем будет доступно больше эмоций. По крайней мере, смотрите, места-то хватает. Поэтому просто надеемся, что после обновления персонажей нам добавят еще кучу эмоций для того, чтобы изображать их верхом, снимать видеоролики или красиво фотографировать. Здесь также остается функция момент общения. Она располагается в меню верхом и на земле. Также тут особое движение. И прописано какое? Кстати, у арабов в скобочках написано пробел, а у першеронов в скобочках шаг плюс шифт. Это вот наше особое движение. Так что теперь это все есть в подсказках. Также здесь осталась кнопка вызвать транспорт на единичку и на х спешиться. Так что вот такое круглое меню. Оно мне очень нравится. Функции классные. К всему этому вопросов никаких нет. Теперь давайте посмотрим поглубже. У нас обновилась система прокачки. И теперь, когда вы нажимаете кнопочку ТАП, вы видите все меню прокачки вашей лошади. От первого до пятнадцатого уровня. Какое счастье, что их стало не двадцать и не больше. Как только вы получаете лошадь, у вас будет первый уровень дружбы. И дальше нужно будет его прокачивать. Разброс навыков очень странный. К примеру, есть блокировка быстрого голоба до второго уровня. Непонятно почему. Я понимаю, если бы это было доступно хотя бы на пятом. Там бы хоть какое-то было желание качать лошадь. Чумбр мы открываем на третьем уровне. А дальше просто повышение характеристик. На седьмом уровне у нас появляется команда Следовать и Остановиться. На одиннадцатом уровне команда Позвать. Мы сейчас тоже с вами просмотрим, что это за команда. Дальше повышение характеристик. И пятнадцатый уровень дает нам особую табличку с именем для вашей лошади. Которую, кстати, можно отключить в настройках. Разное и в самом низу скрыть золотые таблички лошадей максимального уровня. Потому что у некоторых они очень сильно лагают, глючат, смещаются. Ну или просто они не хотят их видеть у себя в конюшне. Итак, давайте посмотрим еще одну особую кнопку, которую до этого мы не посмотрели. Это Позвать за собой. Теперь, если вы далеко отбежали от лошади по заданиям, где нельзя, к примеру, ехать верхом. Можно только бежать или ходить. Вы от нее очень далеко отъехали. Но, допустим, вот тут-вот. Правда, это сейчас будет очень страшная ситуация. Тут много заборов. И мы позовем нашу лошадь. Команда Позвать. Или же буковка У. Ну, я просто нажму на буковку У. Так. Ой! Наша лошадь пробегает вот так вот неожиданно сзади нас. Хотя иногда она меняет свое направление. И, к примеру, у меня дважды она застревала как бы в загонах. То есть за забором. Но, вроде бы, эту функцию тоже сейчас чинят. Подправляют немножечко, чтобы она стала еще более плавной. Еще более лучше. И желательно, чтобы лошадь вот так же оказывалась прямо рядом с вами. Так. Ну, по-моему, это все, что связано с кнопочками. Теперь давайте посмотрим, какие обновления у нас еще произошли в конюшне. Кроме золотых табличек. Также у нас изменился загрузочный экран на входе в игру. И в переходе между локациями. Теперь, да, вот оно во весь экран. Это тоже очень давно я об этом мечтала. Чтобы артики были хорошего качества. И во весь экран. Вот, допустим, у нас есть грандраннер. Он 15 уровень. И мы можем видеть особую его табличку. Добавляются золотые звезды. И золотая металлическая основа. Которая сразу показывает гостям вашей конюшне, кто же в этой конюшне чемпион 15 уровня. Также есть еще изменения, которые почему-то здесь не отображаются. Ну, у меня лично оно ни разу не отображалось. А вот на моих доп. аккаунтах без старайдера я находила одну вещь. Здесь добавляется табуреточка, ведро, по-моему. И вот тут какой-то еще слой шкафа многоуровневый. И вот точно такие же блесточки шкафа. Причем с попытками нажать на нее без старайдера. Мне говорят, что у тебя нету старайдера. Это может сделать только игрок, имеющий старайдера. Может быть какой-то особый шкаф грядет к нам в будущих обновлениях. Пока непонятно. Вот с конюшней это вроде бы все. И кстати, да, теперь помощь в конюшне отображается у нас посередине, вверху экрана. Так же, как и все уведомления, к примеру, чемпионаты, тоже отображаются у нас прямо в самом верху. Ну а также грустные новости. Лошадки уходят на пенсию. Готландское полукровное полторашнего поколения и датское полукровное полторашнего поколения отправляются на пенсию с обновлением во вторник, 20 июня. Они покинут Юрик. Странно, почему так написано на сайте. В общем, данных лошадок можно купить за 390 и 300 СК за одну лошадь. Так что не забудьте ее приобрести и ждите видео спасения. Ну а теперь доп. информация по данному обновлению. Рекорды сбрасываются и в честь обновленной системы развития лошадей разработчики сбрасывают абсолютно все рекорды на гонках. Так что у вас есть возможность стать новым чемпионом по каждой гонке. Счастливые лошадиные недели в течение всей недели ваши лошадки будут чувствовать себя превосходно, с хорошим настроением и не терять его до конца этой недели, то бишь до обновления в среду. Если же вы случайно, не зная о данном обновлении, купили себе уход за конюшней, вам просто добавится еще плюс 7 дней. Ну, в данном случае уже поменьше. Так что ваши покупки никуда не денется и уход в конюшню будет ровно столько, за сколько вы укупили ваши 30 дней. Просто эти 30 дней начнут истекать после обновления в среду. Также у нас появилась вторая партия лошадей на продажу со скидкой на лошадиной ярмарке. В данный момент у нас тут стоят шайры за 540 старкоинсов и Квотер Хорсы тоже здесь стоят на скидочку за 570 старкоинсов. Так что если когда-то вы желали данную лошадку, но никак не могли накопить на нее за полную стоимость, есть возможность сейчас до конца этой недели, до обновления в среду, прискакать и купить себе данных лошадок по скидончику. Ну а на следующей неделе уже должны будут приехать другие лошади, по-моему Аполлуза и Пейнт Хорсы на скидочную распродажу. На следующей неделе лошади Юрвика возвращаются с гонкой в стиле вестерн на ранчо Старщайна. Так что готовьте своих вестернских скукунов. Ну а теперь мини-спойлер. Мы увидели картинку на грядущее обновление следующего месяца. Как мы видим, весь июнь будет посвящен Радужному фестивалю. Я буду называть его именно так. Сюжетка, не только сюжетка, но интересно, что же ждет нас под номером 3. Пока что нигде я не нашла информацию о том, что это. Но все уверены, что это обновление персонажей. Я лично не готова выдвигать такие высказывания, такое мнение, потому что пока не написано, нету текста никакого по данной картинке. Ничего сказать не могу и даже не хочу загадывать. Я лично никогда не буду готова к грядущему обновлению персонажей. Я слишком полюбила вот эту вторую версию наших персонажей, которую обновили, по-моему, в 18-м году или в 17-м уже, если честно, не помню. И не хочу с ним расставаться. Но вроде бы все уверены, что третья картинка в июньском календаре обновлений будет именно обновление персонажей. Ну что ж, я лично скрещиваю пальцы и жду официального релиза данного календаря с сообщением, что там что-то другое. Потому что к обновлению я пока что не готова. Ну а также официальный разработчик сообщил нам в прямом контексте прямым сообщением о том, что было добавлено новое, более худое тело для наших персонажей. Я очень надеюсь, что данное тело соответствует персонажам-девочкам из клуба Бобкет в Морлэнде. Потому что такое тело более-менее еще ничего. Но сообщество все же возмущается, что нужно еще добавлять более худые тела. Ну а также где талии и где же формы в груди. Почему-то разработчики, если честно, сделали очень неинтересные тела. Телосложения очень, не знаю, невыразительные и неинтересные. Если посмотреть фотографии скриншота или видосы игроков, которые проходили тестирование, то можно подумать, что мы играем за каких-то 10-летних девочек. Без обид тем, кто действительно играет в таком возрасте Star Stable. Просто поясняю, почему же столько возмущения по поводу отсутствия разнообразия тел и возможности создать взрослого, именно взрослого персонажа по всем критериям. В Star Stable такая онлайн игра, в которую играют не только дети, подростки, но а также взрослые люди. Я к тому пример. Ребята, мне 26, я обожаю эту игру. Я хочу в нее играть и продолжаю в нее играть. И хочется иногда создать персонажа уже более взрослого, чем маленького школьника или маленькую девочку, которая любит кататься на пони. Так что, надеюсь, в будущем разработчики будут добавлять все больше и больше телосложений и возможности создавать не только девочек, но и попытаться реализовать уже более взрослых женщин в этой игре. И когда-нибудь, я надеюсь, можно будет создать персонажа мужского пола. Потому что, ну, многим этого хочется. И почему бы нет, не только девочки тоже играют в Star Stable онлайн. Возможно вернут старый интерфейс. В официальном TikTok-канале Star Stable появилась целая туча сообщений о том, чтобы вернули старый интерфейс. Все-таки сообщества не только РУС, но и остальные решили, что данный интерфейс подходит исключительно для мобильных устройств. Поэтому начали писать активно сообщения под видосами, чтобы разработчики вернули старый интерфейс. Так что, возможно, в ближайшем будущем, если количество комментариев не уменьшится, а только увеличится, возможно, синий интерфейс вернется к нам в Star Stable онлайн на ПК-шную версию. Если честно, я буду этому очень сильно рада. Ну, а на этом все новости закончились. Спасибо, что посмотрели данное видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, ваше мнение на данные темы. Я с радостью их почитаю и, конечно же, отвечу. Ну, а на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренироваться своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Ух, интересно, чем же все это закончится? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!